Мы здесь собрались. Я думаю, не на праздник, не на отчетно перевыборное собрание. Мы собрались для того, чтобы сделать стабильной экономику России. Стабильность любой страны зависит не от пучки олигархов, а на массовом и среднем классе, который должен составлять от 30 до 70 процентов. Значит, стабильность держится на нас с вами. Я представляю аграриев. Чтобы напоить детей молоком, надо подоить корову. Для того, чтобы ее подоить, ее надо вырасти. Прежде чем вырастить, выходим. Давайте же посмотрим, как государство лелеет свою дольную корову. Это нас с вами. Вы знаете, как тяжело начать бизнес в нашей стране. Это десятки чиновников, сотни согласований, получение лицензии. И уж если ты прошел, через это тебе можно просто присваивать героя. А налога. Мы платим рубль 15 на рубль дохода. Кредиты. Поднимите руку, кто получил годный кредит из малого и среднего бизнеса. Я таких в зале не увижу. Я пытался получить кредит. Четыре года подряд. В этом году получил. Под общий процент. Украина. Отменила полностью налоги на сельхозпроизводителя и сельхозперерабочих. До 60-80% отменила налоги на сельхозпроизводителя Белоруссии. У нас в России добавили 2% с продаж. 5%. Извините, пожалуйста. Видите, хотел подыграть государству. Вот как уже здесь прозвучало. 52 фиксальных органов проверяют нас. Я на своей шпуре испытал до 27 проверок в месяц. Это предприятие, на котором хранятся скорохордающиеся продукты. Мы производители сельхозпроизводителей. У нас полностью законченный цикл. Но сейчас наступают другие времена. Нашу страну начинают уважать. И знаете почему? Потому что промышленность стала понемногу подниматься. Появляются решительные люди. Я всегда их уважал. Не горстка олигархов, а массовый средний класс. Вы лучше нас, мы лучше знаем. Как привести Россию к стабильности? Надо немного заботы о людях. О тех, на ком еще держится российский корабль. Приведу конкретный пример. 5 лет назад мы создали свою фирму. Которая так и называется Тихонов и компания. Начали с одной поддержки итальянской пекаре. Сегодня мы производим около 400 хлебобулочных изделий в суд. Но проблема в России была и есть. Это зерно. Это главное. Хлеб всему голова. И особенно когда мы подходили к концу, к завершению года. В конце года и к началу нового урожая. Мука стоила, как грамм золота. Платили по 6,50, по 7 рублей за килограмм. Это убийственная цена для сыпрос переработчиков. И мы решили создать свое хозяйство. И в этом году, в прошлом и в этом году, в самые заслуженные годы, ростовчане здесь знают, до 64 градусов было на почве. Плюс. И мы доказали, в первую очередь, сами себе, что не умерла российская наука, что не умер циркозпроизводитель, что не умер крестьяне. Мы собрали в эти сложные годы до 40 центнеров пшеницы, 43 центнера ячменя, до 65-67 центнеров кукурузы с гектаров, 22-24 подсолнечья. Ни единого дождя за 4 месяца. Вы спросите, почему? Многие меня считают свадебным для них генералом. И на дне поля такой вопрос был задан. Тихонов приехал, уехал, собрал с лифти и увез деньги. Это далеко не так. Я признаю, в первую очередь, роль организатора, как ведущую роль. Почему те регионы, которые считаются стабильными, значит, они имеют нормального голову, нормального губернатора? Приведу два конкретных примера. Два с половиной года назад мы обратились в Кемиллянскую академию и кое-как нашли, где располагаются семеноводы. Люди сидят в неотапливаемом бараке в январе месяце. Мы пришли купить у них семян, чтобы вернуть наши российские семена в нашу родную землю. Нам подарили 10 килограмм. Мы их посеяли. Результат. Когда представитель Кемиллянской академии приехал к нам в агрофирму, в день поля, и мы шли, наверное, человек 200-300 представителей Америки, Австрии, Австралии, Германии, Голландии. Он увидел капусту, ну просто красивейшие, огромные кочаны. Говорит, ну это естественно наши. Я говорю, нет, сударь, пройдите метро 100 пониже. Это темирязевское. Так представитель, тот, который вывел эти семена, он упал на колени, у него слетели очки, он начал этот качанг целовать. А зачем разрушали науку? Кому сегодня задать этот вопрос и кто на него ответит? Второй пример. Я не вышел сюда, чтобы срывать аплодисменты, я говорю конкретные данные, конкретные примеры, на собственной шкуре все испытал. Второй пример. 40% мировой кукурузы засевают с американской фирмой «Пионер». Цена 3700 долларов за дом. В этом году мы на опытных полях посели нашу, краснодарскую, о которой давно забыли. Результат потрясающий, превзошел все ожидания. Кстати, капуста в 11 раз дешевле темирязевская, нежели голландская и финская. Второй пример еще более потрясающий. Мы собрали, если фирмы «Пионер» собрали американскую фирму 65-67, то нашу кукурузу собрали по 80 сетнеров с гектара, урожайность выше, качество выше и в 26 раз дешевле. Разве этих конкретных результатов недостаточно президенту и правительству, которые отвернулись от нас? Мы пытались получить передать, я не договорил. В «Агрофинг-банке», в «Альфа-банке». Пять часов я с удаленными менисками, человек, занесенный в книгу Гиннеса, не для популяции это говорю, простоял в прихожей банка, потом набрал телефоны по-русски, по-настоящему, сказал, верните документы, иначе я вам не гарантирую ничего дальше. Пример предложения был, 60%, как это модно сегодня говорить, отката, получай 40% и разделывайся как хочешь. Мы на миллиарды долларов закупаем пшеницы, продуктов питания ежегодно. Дайте миллион, ни деньгами, ни бросят сидящие здесь в зале, ни копейки, ни цены. Дайте нам трактора, дайте нам комбайны, дайте нам станки. Приведу еще один потрясающий пример. Позапрошлым году мы купили с Великими Подубами после 17 августа, сняв последние штаны два комбайна. Доминаторы немецкие. У побежденных купили. За неделю до начала уборки урожая. Ни перевода на русский язык, ничего. Техника, когда я сел в кабину, одна ручка, как в вертолете, куда ехать, как, хоть взлетай. Что делать? Наши комбайнеры с 67-классным образованием, я подхожу, спрашиваю, а на него не лезет 68-й костюм размер. Я говорю, что будем делать? Он говорит, Александр, убирай. Я говорю, как убирать? А что ты будешь делать? Поехали срочно в Ростов. Перевели. Вернулись обратно, а они уже пробуют. Убрали. Закончили уборку урожая. Подходит этот же комбайнер. Вы себе представить не можете, надо видеть этих людей. Он говорит, Александр Иванович, вот были поломок, что 5-6. Мы хотим исправить. У меня было такое впечатление, что у меня при 100-градусной жаре были ведро холодной воды. В шестиклассном образовании исправить неполадки, недостатки, кого-то лучшим в мире. Я говорю, ну, слушай, а убирать на следующий год будем? В этом году убирали вообще без поломок. Помогли убрать урожай в Краснодарском крае. Помогли всем своим соседям, кому только могли, потому что потери практически равняются нулю. Комбайнер Ростов-Сельмашин стоят на площадках. Их нечем оплатить крестьянину. В дороге стоят тракторы, в туле стоят. То нет радиатора, то нет кардана. А которые укомплектованы 30% крестьянину. Он не имеет возможности внести эту сумму. Так дайте под будущий урожай. Лежит сейчас на таком 800 тонн подсолнечника. 3000 тонн кукурузы, пшеница, ячмень. Возьмите вместо этого наноси них в уборку урожая. Добавили плату, заказавши смазочные материалы, родная страна. Что весь урожай крестьянам приходится отдавать и залезать опять в долги. Москва в сутки потребляет 2000 тонн мяса. И только 20 тонн отечественного. 2200 тонн москов скромно стадаевала молока в прошлые годы. Сегодня нет 300 тысяч. Мы детей, младенцев, в доме матери и ребенка вскармливаем чужим молоком. Что мы от них хочем получить? Мы говорим преступность. Захлестнула. Так это наша с вами преступность. Мы ее породили. Закрыв заводы, фабрики. На кого мы показываем пальцы? Не на кого. Короля делает свитер. Мы с вами свитер. Я вам зачитаю один документ. Дамы. Мы найдем своих помощников внутри России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа на земле. Необратимым угасанием его самосознания. В управлении государством мы создадим хаос и неразберим. Незаветно. Но деятельно будем способствовать самодурству чиновников. Сяточки. Хамство и наград. Ложь и обман. Пьянство и наркотики. Вражду между народом. И прежде всего ненависть к русскому народу. Все это мы будем незаветно культивировать. Алендабе с 45-й годом. Вам не кажется присутствующим в зале, что они достигли своей цели? Если не достигли, то они далеко от этого. Неужели у нас угасло самолюбие российского народа? У нас нет? У меня нет никаких национальных чувств, неприязнь к кому-то, к любой другой национальности. Приведу конкретный пример. Когда нам не хватало зерна и муки, казахи, мои друзья, подчеркиваю, казахи, прислали мне 500 тонн пшеницы, не взяв ни копейки. Потому что они меня понимали. Потому что в нашей фирме работают люди, которые могут потерять рабочие места. Средняя заработная плата более 2000 рублей у крестьянина у нас. Можем? Я думаю, хватит ждать. Хватит говорить, надо. Мне понравилось выступление губернатора Новгорода. Конкретные примеры, конкретное дело. Хватит говорить, что есть мнение. Выйдите и скажите, чье мнение. Я думаю, что сегодня, здесь мы должны получить ответ. Как? Чем нам будут помогать? Никакого прозрачного бюджета. Мы его смотрим, он настолько прозрачный. Конкретно представителей лучших из этого зала. И сказать, вот ваш миллион долларов. И отчитайтесь за него через год. Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. Талантливые люди, они талантливые в спорте и в бизнесе. Хорошее подтверждение. Спасибо вам. Спасибо.